Кто из вас когда-нибудь там программировал, поднимите, пожалуйста, вот такие. А, наверное, тогда вы более-менее все. Знаете, я задам вопрос от этих терминов. Вот в разных языках программирования есть такая функция, которая называется «РАЛЬМА». И она, это как бы такая функция, но визуатическом смысле это не функция, потому что нет аргумента. А там, скажем, в языке Си пишут вот так. Ее идея состоит в том, что если к ней обратиться, то она выдает свое какое-то произвольное число. Ну, и так, в зависимости от того, они бывают разные, например, произвольное число там от нуля до какого-то большого числа. Допустим, 2 в 32, или с 1 в 32, или с 32, можно поделить и получить число интервали от нуля до единицы. Вот, значит, вопрос такой, значит, зачем эта функция нужна и чего мы от нее хотим? Казалось бы, если нам нужно произвольное число, то у нас много разных произвольных чисел. Заказали, по-нуля, написать библиотеку с такой функцией. И он нам написал библиотеку, в которой, значит, она функция всегда нам возвращает число 5. А мы говорим, что так же, мы же просили вас произвольное число, чтобы она возвращала. А он отвечает, что она возвращает произвольное число 5, например. Чем она не произвольна? Значит, вопрос такой, зачем такая функция нужна и чего мы от нее хотим? Может кто-нибудь объяснить? Когда она может полезна? Какой-нибудь пример, когда такая функция может быть полезна? Может быть, когда у нас есть массив слишком большой, и нам лень... Допустим, у нас есть слишком большой массив, и нам лень вбивать вручные числа. Хорошо, а мы хотим туда вбить какие числа? Да, а если, скажем, чем будет плохо, если в этот массив эта функция всегда равна 5, но в массиве окрашиваются эти числа. Если нам другой задача была только заполнить чем-нибудь массив, то мы и заполним это произвольной пятеркой. Все-таки чем это плохо? Почему такая функция нам не подойдет? И для чего вообще это может быть? Все, ни у кого нет? Да. Шифрование. Шифрование. А что мы и как можем шифровать в помощи такой функции? Что-то нужно... Если у нас будут везде стоять пятерки, тогда... Сейчас. А мы хотим шифровать сообщение? Да. Пароль придумать? Мы в каждом знаке как-то произвольно даем другой знак. Но если мы произвольно даем другой знак, то как же на него можно будет расшифровать? Причем. И знаете, каким соответствует. А, то есть мы хотим составить таблицу шифрования для букв, но при этом хотим, чтобы до нее нельзя было догадаться. Ну вот, Александр Васильевич сказал некоторый другой вариант. Представим себе, ну вот я не знаю, может быть даже не пароль, а просто логин. Но я, наверное, многие из вас являются пользователями то, что называется, каких-то социальных сетей. Значит, в этой сети каждый человек имеет свой логин, то, что называется, свое имя. Ну, оно может выбираться произвольно, или это не обязательно должно быть ни ваше имя. Но допустим, что вы хотите, чтобы оно ни с чем не совпадало. А социальная сеть реализована так, что нельзя узнать, совпадает на или нет. Если вы просите завести логин такой-то, то этот логин вам обязательно заведут. Но может оказаться, что если кто-то его использует, что потом этот кто-то может читать, а вы об этом не узнаете, но потом этот кто-то может читать ваши письма. Спрашивается, а вы хотите этой возможности избежать, и значит, вам нужно придумывать такое число, которое, такое слово, или там число, там, может быть, цифры, что угодно, которого практически наверняка нет. Как вы будете? Как можно использовать эту функцию? Можно просто несколько раз ее вызвать и получить какие-то числа. Ну, например, если взять, там, разбить отрезок от нуля до единицы, или от нуля до этого числа, там, на тридцать две части, то у нас будут буквы русского алфабета. Соответственно, каждый раз, вызывая эту функцию, можно понять, какая у нас там буква. И из этих букв составить слово, и которое объявить в вашем имени. Но теперь вопрос, сколько нужно, сколько, какое из них должно быть это слово, чтобы вы могли быть практически наверняка уверены, что такого слова до вас никто не придумал. Как вы думаете, сколько букв нужно? Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Но все-таки, там, ну, да, я не знаю, достаточно ста, или нужно нам тысячу, или достаточно десяти. Можно это как-то оценить? Как вы думаете? Сколько это еще? Вы знаете, с помощью этой функции, ну, предположительно, она все-таки дает раз для числа, и хорошее, но мы еще об этом лучше это знаем. Но вы хотите придумать себе имя в социальной сети, так, чтобы быть уверенным, что это имя никто больше не использует, при этом вы не можете узнать, есть такой пользователь или нет. Значит, вам нужно придумать такое имя, которое практически наверняка не встречается. План такой, что нужно взять просто случайную эту функцию и определить случайные какие-то буквы. И вот это будет ваше имя. Спрашивайте, сколько букв нужно взять, чтобы быть практически уверенным, что больше такого пользователя нет. Как вы думаете? Сейчас, в настоящих социальных сетях все-таки они проверяют. Нет, в настоящих сетях они все-таки проверяют. Конечно, все-таки, но не ясное дело, что... Ну, это игрушечная сеть, в которой не проверяют. Обычно набирают там свое настоящее имя, и, конечно, там каких-нибудь Джонов Смитов или там Петров Ивановых много. Соответственно, но вы представьте себе, что вот есть такая игрушечная сеть, и вам нужно найти кого-нибудь, кого заведом нет. Сколько все-таки нужно букв? Как вы думаете? Три, две, одну. Как вы... Можно ли это как-то оценить? Штук восемь. Штук сколько? Штук восемь. Ну, давайте посмотрим, значит, штук восемь. А как вы, откуда это восемь взяли? А, что меньше восемь вообще не разрешается. Нет, ну это верно, но это все-таки отдельные требования. Давайте все-таки поймем, вот у вас есть какие-то люди, которые завели себе какие-то имена, и вам нужно практически наверняка придумать типе, которого с помощью этой функции, придумать типе, которого нет. Сколько вы букв для этой цели возьмете? Может, сколько людей на Земле, потом... Да. Вот надо посчитать, важно, сколько людей. Конечно, если бы всего там человек 10, то можно и одну выпуск подойти, можно брать. Да. Ну, может быть, скорее всего, это невозможно, потому что рано или поздно найдется, какой-либо человек, который в СССР такой же, но это в теории вероятности есть. А рано или поздно? Ну, рано или нет. Там все-таки, может быть, через миллион лет такой человек и найдется, но это уже такая задача для того, чтобы среди уже имеющихся пользователей не было. Ну, или там, которые в последнем будущем могут воспользоваться. То есть, ну, сколько на Земле людей вообще примерно? Кто знает? Ну, давайте считать, что там не больше 10 миллиардов, то есть 10 десятых людей. Ну, и будем считать, что каждый из них там завел не больше 10 аккаунтов. 10 имен. То есть всего получается, что максимум в использовании 10 в 11 имен. Хорошо. Как, исходя из этого, начать выбирать нам число букв? Сколько нам понадобится? Как вы это? Если у нас буква одна, то у нас сколько имеется имен? Ну, 32, потому что у нас 32 буквы. Если у нас две буквы, если мы рассматриваем имена из двух, то что будет? 32 в квадрате. Потому что, значит, все слова делятся сначала во первой буквой, там, А, В, В, там. Здесь 32, ну, 32, ну, на самом деле, если Й на 33, ну, давайте, чтобы удобнее считать, было 32. Значит, все слова делятся во первой буквой, а потом каждые вот эти слова делятся, там, во втором. В, А, В, В, там, В, 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 В. И, значит, здесь у нас 32, и каждый из них это 32. То есть 32 это двухбуквенные. Ну, а в трех буквенных сколько будет? 32. Значит, нам нужно выбрать такое К, всего, если К буквенные, то их вот столько. надо выбрать такое К, чтобы это было, ну, низ, гораздо больше, чем 10 в 11. Ну, кто-нибудь примерно понимает, при каком это К, пересекая эту границу, можно прикинуть? Значит, 2 в 10, это примерно 10 в кубе, да? А 10 в 11 меньше, чем 10 в 12. Ну, давайте, да, по-простому напишем запасов 10 в 12. Это будет 2 в какой? В сороковой. В сороковой. Значит, а 2 в сороковой это 32 в какой? В восьмой. В восьмой, потому что 32 это 2 в пятой. В восьмой. То есть, если мы будем использовать пусть не буквенные имена, то их будет немного больше, чем людей. А если мы хотим, чтобы, я не знаю, их там было в миллиард раз больше, чем людей, значит, нужно использовать еще там, сколько-то, значит. Ну, в миллиард раз это, значит, 10 в 9, значит, это будет 10 в 21. А 10 в 21, это, значит, 2 в 70. А 2 в 70 это 32. Значит, 70 надо разделить на 5. Это получится 14. То есть, 8 букв. Это еще так примерно, но если в самом лучшем случае, они, там, небольшой запас, а здесь уже запас для всех этих. Всего у нас 2 в 70 огромное количество из-за самых вариантов. Из-за них есть какие-то использованные уже. Их очень небольшая доля. Поэтому идея в том, что вот если вы возьмете вот эта функция, так устроена, что практически можно быть уверенным, что мы в эту долю не попадем, если мы возьмем случайно с помощью этой функции выберем такую вещь. Ну, то, значит, получится практически наверняка будем.